Привет, друзья! Прошлые два ролика были посвящены такому электролизеру, как его сделать своими руками и как запустить. А в этом ролике я хотел бы поделиться с вами всеми нюансами сборки, конструкции и эксплуатации такой штуки и немножко поотвечать на ваши вопросы, которые вы задаете в комментариях. Этот ролик будет прежде всего интересен людям, которые собираются сами построить такую штуку или которые уже работают с ними. Первый вопрос, как сделать самый простой электролизер? Берете любые железки, стакан с водой и источник питания, любой. Посмотрите мои старые видео, там у меня есть такая конструкция, стеклянная банка с водой, внутри гвозди и версия интересная, повторять ее, конечно же, не надо. То есть, ну, сами понимаете, газ засасывает обратно горящий, и у вас получается картечь, битое стекло и гвозди. Потом начинается, позовите скорую, там, как за 30 секунд остановить кровотечение. Просто безопасно берете стакан с водой, зарядку от телефона. Все, у вас получается простейший электролизер. Следующий вопрос, это как раз выбор конструкции, потому что все, что вы видите под заголовками самый простой электролизер, гвозди, шурупы, лезвия, металлические пластины в воде в какой-то открытой банке, это мокрый электролизер. Это сухой электролизер. Есть большая разница. Мокрый электролизер сделать, естественно, проще. Для этого нужно засунуть две металлические пластины, предметы или что угодно, в воду и подать ток. Но он не будет эффективный. Эффективнее будет сухой электролизер. Есть три преимущества у такого вида электролизера. Первое – это безопасность. В нем все пластины находятся практически в своих ванночках. То есть, нет такого, чтобы пластины с большой разницей по напряжению находились бы в одной ванне. То есть, сами понимаете, достаточно одной искры между ними, и все это взлетает на воздух. Второе преимущество – это энергоэкономичность. В мокром электролизере между пластинами, кроме того, что ток проходит между пластинами, он проходит еще от первой до последней пластины. То есть, происходит просадка по напряжению, огромное количество потерь энергии. То есть, в такие моменты электролизер превращается уже в чайник. Закидываете туда пакетик принцессы Нури, и можно сникер скупить, и все. И третий вариант – это просто элементарно удобнее. То есть, в сухом электролизере есть возможность подключить каждую пластину по отдельности, посмотреть, как это работает, запитать разными источниками питания. Все это проще сделать в сухом электролизере. Какой металл выбрать для электролизера? Опять же, если хотите просто своими руками быстро сделать что-то интересное, подойдет любой металл. Там даже фольга от конфеток подойдет для электролизера. Но если вы хотите сделать электролизер для конкретного проекта, чтобы запитать горелку или небольшой двигатель, или сделать что-то, где нужно хотя бы минимальное давление и расход хотя бы 100 кубиков в минуту, тогда лучше брать уже нержавейку. Это 304-я, 316-я нержавейка очень хорошо подходит для таких вещей. Ну, лучшим материалом, как мы все знаем, естественно, является палладий, но по ценам он чуть более ощутимый, чем нержавеющая сталь. Но как только начнет зомби-апокалипсис, естественно, я побегу на склад и забазарю себе как можно больше палладия. Какую форму пластин лучше выбрать для электролизера – круглую или прямоугольную? Все видели на Алиэкспрессе – это первое, что выходит в поиске, такой электролизер с круглыми пластинами. Но разницы практически никакой. То есть для электролизера без разницы. Это электрохимический процесс, но без разницы, какая форма у пластин. Главное, что для изготовления прямоугольных пластин они гораздо дешевле, для этого тратится меньше материала. И если, тем более, вот такие пластины болгаркой вы не вырежете. А первый пластин для своих электролизеров я вырезал болгаркой или ножовкой. Пропорции пластин. Обратите внимание, здесь у нас не квадрат, а прямоугольник. Какие пропорции лучше выбирать? Вот этот электролизер, кстати, далеко не самый эффективный. Следующий я буду делать по-другому. Я его буду делать перевернутый. Сейчас объясню, почему. Вот такую модель я делал для того, чтобы эксплуатировать ее без всякой объязки, просто ставить электролизер на стол. Кто-то видел, наверное, в шоу «Города роботов», я выступал с таким электролизером. Мне необходим был квадрат как активная площадь, и какое-то небольшое расстояние, чтобы пена поднималась, но не выходила через верхний штуцер. Вот, сейчас я эту проблему решил с помощью вот такого бака, поэтому электролизер лучше делать как можно ниже, чтобы у него высота была низкая, а ширина побольше, потому что так пузырики газа выходят гораздо быстрее и не устраивают газозаполнение вот здесь. Так что лучше делать электролизер пошире и пониже. Еще раз по поводу обработки самих пластин. Шкурить нужно обязательно. Есть две причины. Первая – полированная поверхность, к ней липнут пузырьки, и это приводит, опять же, к высокому газозаполнению. Если вы обратите внимание, большая часть вопросов, связанных с энергетической экономичностью электролизера, это вопросы о газозаполнении. Нужно сделать так, чтобы газозаполнение, то есть когда газ собирается в этих ячейках, был как можно меньше. Шлифовка помогает снизить газозаполнение за счет того, что не липнут пузыри. И еще один главный момент. Незначительно, но за счет шлифовки увеличивается площадь активной зоны, и мы получаем большую активную зону в реакторе при одинаковых габаритах. Отверстия в пластинах. Всего в каждой пластине здесь есть три отверстия. Нижняя, средняя и верхняя для контакта. Делать такие я, конечно, больше не буду. Нижние отверстия нужно располагать… Вот если вы сейчас посмотрите вот так, вы увидите реактор насквозь, то есть все отверстия расположены соосно. Не надо так. Лучше располагать нижние отверстия в шахматном порядке. На первой пластине слева, на второй пластине справа. И таким образом чередовать. За счет этого газ, опять же, будет выходить больше через верхнюю трубку, а не будет скапливаться у нижней трубки. И, во-вторых, это гораздо более важный вопрос. Это понизит утечку тока. Потому что здесь фактически каждая ячейка, она не разделена. Между ними есть соединение в виде такого отверстия. Так что располагайте их в шахматном порядке. Отверстия лучше сделать поменьше, но на такой величины, чтобы это не препятствовало циркуляции жидкости. Верхнее отверстие. Я так тоже делать больше не буду. Я сделал одно небольшое отверстие посередине. Лучше делать узкие прорези, но таким образом, чтобы они были практически по всей поверхности ячейки. Потому что в этой модели, могу сейчас продемонстрировать, включаем электролизер. Вот о чем я и говорил. Пузырики начинают скапливаться у верхнего отверстия, как таксисты в Шереметьево у шлагбаума. И это приводит к тому, что активная зона сокращается в два раза. Ну, сейчас он, конечно, проплюется и будет чуть поменьше, но прорези лучше делать в виде полосок. И верхнее отверстие, оно используется для контактных винтов. Его можно делать с 3 мм. Что заливать в электролизер? Помните, я говорил, что можно заливать что угодно, и это будет работать. Так оно и есть. Можно заливать... Единственное, что не будет работать, это дистиллят, потому что дистиллят не проводит электрический ток, и электролизер будет просто стоять. Воду из-под крана можно заливать. Будет работать, но будет много осадка. Дождевая вода тоже отлично подходит. Питьевая вода подходит. Есть такая книжка одного не очень широко известного автора, его зовут Стэнли Мэйр. У него там есть таблица от дистиллята до щелочного раствора просто по проводимости. В данной модели здесь залит 15% раствор калий-ОАШ, потому что с ним получаются лучшие результаты. Но, опять же, основной расходник – это дистиллят или дождевая вода, и к ней мы добавляем незначительное количество примесей. Еще раз по поводу утечки токового электролизера. Просто обычно в интернете картинки таких электролизеров выполняются в виде строго разделенных секций, в которых залита вода, и которые практически не соединяются. На самом деле это критически важно, потому что если они соединяются даже небольшим отверстием, как здесь, внизу, который необходим для циркуляции жидкости, их уже нельзя на 100% считать разделенными ячейками. И это нужно учитывать, потому что, например, при теоретическом мне достаточно было бы 24 вольт подать на первую и последнюю обкладку, чтобы пошел ток. Ничего подобного. Здесь нужно не меньше 28 или 30 вольт, как раз за счет этой самой утечки. Есть одна конструкция, автор Роберт Бойс, у которого действительно ячейки полностью разделены, то есть они не связаны электрически, ни как водой. Там специальная система, по верхней трубке подается вода, но она гораздо сложнее, и в данной конструкции нет необходимости такого разделения. Но это нужно учитывать, что утечка в любом случае присутствует. Теперь по поводу вот этого бака с водой. Я стал использовать его в конструкциях недавно, но у меня есть несколько полезных советов по поводу его установки. Какой объем брать? Объем самого бака лучше брать не меньше объема электролизера, тогда циркуляция будет происходить нормально. Какова высота? Бак можно, конечно, для экономии места располагать примерно на том же уровне, что электролизер, но циркуляция воды будет хуже. Объясню почему. Важно, чтобы верхние трубки, отводящие, которые выводят пену с газом наверх, было минимальное давление, тогда газ будет выходить легче. То есть ее располагать нужно на том уровне, где заканчивается ватерлиния здесь. Примерно на середине бака или чуть выше. Нижние же трубки должны находиться при максимальном давлении, чтобы вода как можно быстрее возвращалась обратно в систему. То есть они должны быть максимально низко. И, кстати, очень удачно, что в этом бачке их две, потому что вода возвращается обратно гораздо быстрее. И, опять же, это приводит к меньшему газозаполнению системы. И верхний газ, отводящий штуцер, должен быть максимально высоко, чтобы его не заливало жидкостью. Крышка. Крышка. Вот такие соотношения этого бака. Если выбирать по высоте, например, высота верхнего отверстия электролизера и этого отверстия в баке может сильно различаться. Например, когда я планирую поставить в ближайшем времени такую модель на небольшой питбайк, ну или что мне еще там пожертвуют с небольшой кубатурой. И они могут располагаться вообще в разных частях. Главное, чтобы циркуляция шла непрерывно. Чем запитывать электролизер? Вот, кстати, такую модель можно запитывать абсолютно чем угодно, все, что у вас есть. Аккумулятор от машины, батарейка, одна пальчиковая, литий-ионные аккумуляторы, чем угодно, лабораторный блок питания. Здесь можно подключать по-разному сами пластины и подбирать количество пластин и сопротивление таким образом, чтобы этот электролизер работал оптимально на любом источнике тока. В опытах я подключаю от лабораторного блока питания. Это, кстати, не самый лучший. Лучший это Мастек. Тоже 30 вольт, 5 ампер, Мастек. Канал Alex Lab не сотрудничает ни с кем из Чип и Дипа. Ну, вернее, как? Чип и Дип не сотрудничают со мной. Поэтому, ну короче, лучше взять другой лабораторник. Приблизительный расчет таких ячеек, чтобы вы понимали. Для простоты. Вот такая штука. Потребляет 150 ватт. 30 вольт и 5 ампер. Она выдает от 600 кубических сантиметров газа в минуту до 1 литра при хорошей температуре газа в минуту. То есть, смотрите, вы можете взять за основу вот такой электролизер такого размера. И, кстати, это его, наверное, максимальная мощность. Он может вылить до 1 литра газа в минуту с потреблением 150 ватт. Если вам нужно меньше, соответственно, можно взять просто часть пластин или скомпоновать реактор меньше. Если вам нужно больше газа, то в любом случае этот реактор должен быть больше. Завершающий вопрос. Что почитать на тему электролиза? У меня есть три рекомендации. Первый – это учебник Ландсберга, физика, где очень классно и подробно описываются любые теоретические выкладки с помощью эксперимента. То есть, например, возьмем электролизер. То есть, ну, очень понятно и гораздо понятнее, чем современные учебники. Второй – это Якименко «Электролиз». «Электролиз воды» называется. 1970 года книжка. Как вы видите, я люблю старые книжки. Третья книжка, никто, видимо, не знает, только автора Стэнли Мэйр. Ладно, хорошо, Стэнли Мэйр знают все, но почему-то очень мало кто читает именно первоисточник. Я перевел на русский основополагающую его работу. Ссылки я в описании скину, скорее всего. Ну, можно много спорить по поводу ячейки. Стэнли Мэйр работает, не работает. Может быть, просто не получилось сейчас собрать. Но вряд ли кто-то, кроме Стэнли Мэйра, настолько глубоко понимал процесс электролиза и всех процессов, которые в этом… всех нюансов, которые происходят в этом процессе. Вот так что он. И такая рекомендация. Точно не стоит читать современные учебники по физике. То есть, ребята, это то, почему я в школе не понимал физику. Я сделал вот таких уже 10 электролизеров, но я до сих пор не понимаю, что написано в учебнике по физике на тему электролиза. То есть, знаете, как это бывает, открываешь эту главу электролиз, и там тебе говорят, вот, это такое физическое явление. И для того, чтобы более детально понять этот процесс, давайте перейдем к математической модели. Что, серьезно? То есть, ну, чтобы объяснить принципы действия электролиза, нужно вводить какую-то математическую модель. Ну, сами знаете, я не буду сейчас называть имена авторов, потому что Гинденштейн, Кирик и Дик придут ко мне все втроем и убьют меня. В общем, старые книжки, классные книжки. Читайте. Ставьте лайки, если этот ролик помог вам больше понять процессы, которые происходят с электролизером. Если он помог вам с вашими разработками, в следующих роликах я буду ставить вот такую штуку уже на малокубатурные двигатели в качестве водородных бустеров, либо запитывать двигатели, ну, то есть, там, 50 кубов, в принципе, такой электролизер потянет. Ставьте лайки, репостите видео, увидимся через неделю. Пока!